Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Российский Дальний Восток. Что это? Это особенные люди, которые самим фактом проживания в регионе, своей деятельностью и работой обеспечивают суверенитет российской территории у границ Китая с его миллиардным населением. Это бескрайняя земля на берегу Тихого океана. Это величественный от горизонта до горизонта лес. Во второй половине двухтысячных руководство страны, анализируя отрицательную миграционную и демографическую ситуацию Дальнего Востока, принимает решение на финансовую и инфраструктурную интервенцию средств федерального бюджета в экономику региона. Цель такого решения – соединить в одной точке координат федеральный инвестиционный капитал с колоссальными природными ресурсами, в результате чего расширить стратегические программные задачи. Но этот фильм не о геополитике, а лишь об одном, но ярком, очень занимательном ее фрагменте. Фрагменте того, как эта глобальная государственная логика была реализована. Точнее, не реализована. В одной отрасли, лесопромышленном комплексе, в одном регионе, в Хабаровском крае, на одном масштабном инвестиционном проекте, имя которому – Аркаим. Это была крупнейшая компания. Арест Лепихова. Уход от налогов. Гидо-шантаж. Всех разогнали. Всех. Ребят, ну что, не надо. Ребята, освободите. И на таких тонах с нами разговаривать не надо. Я должен даром, по слову. Мы выведем это все, и все увидят. Самое современное и технологичное дальневосточное лесоперерабатывающее предприятие Аркаим, возведено за рекордно короткие сроки, было введено в эксплуатацию в 2010 году. По различным оценкам, на реализацию проекта со стороны государства, через государственную корпорацию ВЭП и государственные банки, была выделена консолидированная сумма, равная более 20 миллиардам рублей. Помимо финансирования, государство выделило Аркаиму на льготных условиях лесной фонд. В результате, в 2010 году, с завершением строительства Аркаима, был сделан важный шаг в сторону реализации стратегии укрепления экономических позиций Дальнего Востока России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Казалось бы, идеальные условия для бизнеса. Но уже в 2013 году у масштабного инвестиционного проекта Аркаим возникли серьезные проблемы. Якобы, огромная лесоперерабатывающая машина начала останавливаться от нехватки бензина. Тренинки наши деньги! Нам нечем кормить детей, платить за квартиру. Вообще ни копейки денег не дали, это уже семья детям. Четыре месяца задерживают зарплату. Начальство пригрозило уволить всех. На предприятии сложные положения сегодня. У них 22 миллиарда долгов в разных банках. И самая большая, конечно, проблема – то, что они эти долги не возвращают. В конечном итоге, в 2013 году, в отношении самого технологичного и одного из самых крупных лесоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока, были введены процедуры банкротства, которые продолжаются по сегодняшний день на протяжении долгих 9 лет. Проводя расследование, наша редакционная группа хотела выяснить, почему в случае с Аркаимом геополитическая стратегия государства не была реализована, почему вложенные государством средства, то есть деньги населения и налогоплательщиков, до сих пор не возвращены, почему на протяжении всего срока банкротства идет вырубка лесного фонда, а долговые обязательства не погашаются, почему не формируется налоговая база и экспортная выручка для развития региона, и до каких пор будет продолжаться эта бесконечная процедура банкротства. Актуальность данного расследования также связана с произошедшими недавно событиями. В июне 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении создателя и бывшего генерального директора Аркаима Александра Лепихова, а также экс-зампредоправления Веба Анатолия Бало. А в сентябре 2021 года состоялось весьма знаковое судебное решение в отношении законности использования лесного фонда, выданного Аркаиму. Чтобы увидеть объективную картину, наша редакционная группа пыталась попасть на предприятие, но нас не пустили. Однако, благодаря редакционным квадрокоптерам было установлено, что лес на предприятии заготавливается форсированно и на максимальных оборотах. После изучения материалов и увиденного на Аркаиме, актуальность диалога с представителем оператора мегазавода Дмитрием Добрыниным стала очевидной, поэтому редакция Аврора Медиа провела с ним интервью. Однако, он не смог ответить на вопросы, которые стали предметом расследования, ссылаясь на свою некомпетентность. Этот вопрос за пределами моей компетенции и моих знаний. На фоне всего увиденного на Аркаиме, разговора с представителем НПП, подняв все имеющиеся в открытом доступе материалы, у нас сложилось ощущение, что на фоне больших государственных целей строительства Аркаима имеет место тихая манипуляция, которая продолжается 9 лет и тщательно скрывается ее множественными участниками. В итоге, результаты нашего расследования представляем вашему вниманию. Как мы понимаем из полученной в ходе расследования информации, Александр Лепихов, дабы сохранить за собой контроль за Аркаимом, принял решение сделать банкротство контролируемым. Предполагаем, что замысел Александра Лепихова был таков. Через подконтрольную ему организацию он запускает процедуру банкротства, назначает на процедуру банкротства контролируемого арбитражного управляющего. При лояльности арбитражного управляющего через заключенные договоры передают операционную деятельность подконтрольным компаниям-операторам. Аффилированные компании, введенные в процедуру банкротства, затягивают ее. Параллельно, аффилированные компании при лояльности арбитражного управляющего накапливают текущую задолженность, размывающую объем прав требований госкредиторов. В это время операционные компании Лепихова получают доступ к имущественному комплексу и лесному фонду, тем самым генерирует на себя прибыль. Чем дольше продолжается процедура банкротства, тем дольше операционные компании имеют возможность генерировать и накапливать прибыль. В итоге, в определенный момент на аккумулированные с прибыли операционных компаний средства происходит выкуп актива по пониженной в процедуре цене. А денежные средства, перечисленные на выкуп актива, затем распределяются, в том числе на аффилированные к Александру Лепихову компаней, тем самым перекладываются через процедуры из одного кармана в другой. В результате Александр Лепихов получает под свой полный контроль пократно заниженной стоимости актив без долгов и прав требования. При этом средства на этот актив получены с работы имущественного комплекса, построенного за государственные кредитные средства, из лесного фонда, выделенного государством. Не надо идти в банкротство, потому что это невыгодно никому, кроме тех, кто когда-нибудь заберет имущество должника по бросовым ценам. Парадокс ситуации заключается в том, что приходят на готовое, покупают за гроши. Такой закон. Судя по поведению кредиторов, государственные интересы тут совершенно никак не учитывали. Люди, которые контролируют это предприятие, собственники, арбитражные управляющие, вместо того, чтобы выполнять свою функцию, которая прописана в законе банкротства, защищать интересы, в том числе и кредиторов, просто направили свои действия на зарабатывание денег на этом предприятии. В качестве компании для реализации своего плана Лепихов выбрал иностранную коммерческую компанию Barger Limited, которая зарегистрирована на Кипре в городе Никосия. Я считаю, что эта схема, к сожалению, до последнего времени являлась превалирующей мошеннической схемой в лесном хозяйстве Российской Федерации. Для того, чтобы запустить подконтрольную процедуру банкротства Аркаима, Barger стал инициатором этой процедуры и подал соответствующие документы в арбитражный суд Хабаровского края. Однако этот первый маневр Александра Лепихова не удался. Остальные добросовестные кредиторы Аркаима, увидев указанные действия Barger, защищая свои права, были вынуждены присоединиться к процедуре. В итоге Аркаим был признан банкротом на основании заявления ООО ДЭК, которое включилось в банкротство с требованием об оплате долга за отопление завода Лепихова. Необходимо отметить, что в дальнейшем уже известный Barger через ООО Технокомпсервис выкупил данный долг у ДЭК, усилив контроль Лепихова над процедурой. Когда мы стали смотреть дальше, оказалось, что через постовую фирму Barger выкупил права требования ДЭКа. По закону, лицо на основании требования которого суд признает организацию банкротом, имеет право назначить арбитражного управляющего, который в дальнейшем будет руководить процедурой банкротства в период наблюдения. В связи с тем, что Barger не добился своей цели на начальном этапе, ДЭК получил право назначить якобы независимую от Лепихова кандидатуру арбитражного управляющего, Казанцеву Наталью Владимировну. При этом самым опасным и профессиональным игроком для реализации плана Лепихова была Федеральная налоговая служба, которая могла стать серьезной помехой. Поэтому Александр Лепихов решил вывести ФНС из игры. Через свою подконтрольную фирму ООО Новый сервис Лепихов организовал выкуп права требования налоговые в размере около 70 миллионов. В результате этого Александр Леонидович смог выбить с банкротной баталии ФНС и тем самым автоматически усилил свое влияние на процедуру банкротства. Итак, процедура банкротства запущена. Самую крупную группу кредиторов образовали банки – Сбербанк, Возрождение, ВТБ и Госкорпорация ВЭП. Их требования составили около 20 миллиардов, что им потенциально предоставило возможность контролировать процедуру. Но банки, с учетом того, что имели разное корпоративное подчинение, данной возможностью не воспользовались. Поэтому здесь самое главное, что идет, на мой взгляд, там нет сейчас того, кто может полностью контролировать все. То есть там кредиторы крупнейшие между собой не договорились. То есть ВЭП, со Сбербанком и кто там еще. Нет четкости, потому что если бы они договорились, они бы этот актив совершенно спокойно забрали, либо передали бы, что, наверное, надо, да, какому-то инвестору. Продали кому-то, кто был бы хозяин не в рамках банкротства, а был бы нормальный, ну, здравый хозяин, который бы этим активом занимался и развивал. Из-за отсутствия единства мнения среди банков у Александра Лепихова появилась возможность повернуть ситуацию в свою пользу и избежать процедуры перехода из наблюдения в конкурсное производство. На этом этапе Лепихов, введя кредиторов в заблуждение относительно реального положения дел, добился введения не конкурсного производства, а внешнего управления. Он смог продолжить скупку прав требования для подготовки к фазе конкурсного производства. Этим занимались компании, такие как Forestland, Midcon, LAN, Новый сервис. Видя то, что процедура внешнего управления была юридической и фактической иллюзией, госбанки начали перестраивать свою стратегию в процедуре несостоятельности. К началу 2017 года им удалось добиться прекращения внешнего управления и введения конкурсного производства. Для руководства процедурой банкротства по предложению ВЭБа конкурсным управляющим был назначен Максим Севрюков, о котором подробнее мы расскажем чуть позже. Одновременно шли бои на экономическом фронте Аркаима. Здесь, вместо того, чтобы гасить долги перед государством и кредиторами, Лепихов передает компании LAN все имущество Аркаима и лесные участки в аренду без согласования такой передачи. Как я сказал, руководящие действия осуществлялись путевом руководства Лепихова. Вся деятельность всех лиц, работающих на площадке Аркаима, она контролировалась Лепиховом. Параллельно шел выкуп прав требований у кредиторов Аркаима финансовыми возможностями LAN. Все понимали и знали о том, что Лепихов продолжает, несмотря на банкротство Аркаима, его контролировать. Что в последующем видно в судебных актах, потому что имущественный комплекс Аркаима был передан компаниям, которые контролировались Лепиховом. И несмотря на то, что Аркаим банкрот, лес продолжал куниться, лес продолжал обрабатываться. И руководящие указания всему этому процессу давал Лепихов, в том числе и арбитражному управляющему, который руководил, так можно сказать, Аркаимом. При этом операционная компания LAN, как это абсурдно не звучит, получала право требовать эти же деньги у самого Аркаима и имела возможность влиять на принимаемые решения по делу о несостоятельности. Впоследствии решениями судов договоры с LAN были признаны недействительными. Однако после этого была реализована новая экономическая схема вместо аренды хранения. По словам налоговиков, владелец Аркаима Александр Лепихов, чтобы выводить деньги, создал фирму-прокладку ООО LAN и перевел на нее все мощности Аркаима. Новая компания зарабатывала миллионы, Аркаим продолжал копить долги. Схема работала, пока не вмешался суд. Лепихова отстранили от управления, но налоговики уверяют, его идеями позже воспользовались арбитражные управляющие. Независимые специалисты, которые по идее должны были спасать Аркаим, они создали свои компании. В общей сложности за 6 лет, пока Аркаим простаивал, различные ООО на его мощностях получили выручку в 10 миллиардов рублей. В распоряжении редакции оказалась переписка юриста Александра Бронштейна, которого на фоне банкротства Аркаима привлек Александр Лепихов. Ну и о простое, да, то есть, привезли сходебные акты в деле о банкротстве Аркаима, то есть, там указано о том, что аренда, ну, указанной компании, значит, где участник, в том числе, являлся Лепихов, получила имущество, ну, за ничтожные дни. Это первое. Второе, это запись телефонных переговоров Лепихова с бухгалтером, где как раз все это явно видно. И сейчас о том, что контроль арбитражного управляющего ввелся в Лепихов стал доступен из переписки, где юристы Лепихова дают указания арбитражному управляющему, что делать. То есть, они ввели фактически процедуру банкротства, они определяли все, что можно делать. Являясь учредителем ЛАН, Лепихов также являлся руководителем Аркаима. По заявлению компании Barger Limited, в отношении Аркаима введена процедура наблюдения. Между ЛАНом и Аркаимом были заключены договоры аренды с передачей всего имущества и лесного фонда ЛАНу. Спустя два года указанные договоры аренды были признаны недействительными, как невыгодная и убыточная сделка. После расторжения договоров аренды, ЛАН получает от Аркаима уже на хранение все то же имущество и лесной фонд. Во избежание расчетов с кредиторами, в том числе госбанками и ФНС, Аркаим через ЛАН оба контролировались Лепиховым, сокрыл денежные средства от взыскания. Фактически, был осуществлен перевод бизнеса Аркаима на ЛАН, о чем свидетельствует продолжение ЛАН деятельности, связанной с реализацией лесопродукции на экспорт. Доказательствами схемы контролируемого банкротства являются трудоустройство в ЛАН одних и тех же бывших сотрудников Аркаима, перечисление ЛАН заработной платы работникам Аркаима. Таким образом, Лепихов, являясь руководителем и единственным учредителем ЛАН, перевел все финансовые потоки производственной деятельности Аркаим на ЛАН, то есть реализовал через операционные компании контролируемую процедуру банкротства. Фактический ЛАН создан с целью вывода денежных средств по существу, принадлежащих Аркаиму, посредством совершения ряда действий, направленных на сокрытие денежных средств от принудительного взыскания. Фактическое владение и использование ЛАНом имущественного комплекса Аркаим установлено и в судебном деле. Финансовые потоки были сосредоточены в ЛАНе, и вот тут, я полагаю, что ошибка Лепихов, надо было гасить налоговые платежи хотя бы по Аркаиму, что им неоднократно обещалось, есть и протоколы заседания в налоговой, что это будет гаситься, но ничего не гасилось. И деньги он в ЛАНе снимал, на сегодняшний день это фабула, видимо, следующего уголовного дела. И если смотреть по документам, то видно только то, что он их снимал. А куда они двигались дальше? В деле о банкротстве Аркаима бывшим руководством, собственниками, арбитражным управлением была создана целая группа последовательных предприятий, назовем их посредниками, которые на имуществе должника начали вести деятельность по зарабатыванию денег. И из того, чтобы погашать задолженность, эти деньги пошли последовательно о ЛАН, о Новый лес, новый сервис. Ну и сейчас в этом году было создано акционерное общество New Forest Pro, которое использует все активы предприятия, но долги остаются на Аркаиме. Вернемся к роли Максима Севрякова в банкротстве Аркаима. В этот момент в деле о банкротстве начинают происходить странные и необъяснимые аномалии. Тогда Александр Лепихов начал пользоваться полномочиями исполнительного директора Аркаима с правом принимать административные решения, распоряжаться средствами и вступать в гражданско-правовые сделки. Делал он это, как следует из судебных актов арбитражного суда, на основании доверенностей, подписанной конкурсным управляющим Максимом Севряковым. По договорам аренды ЛАН фактически заменил Аркаим по осуществлению деятельности. Отметим, за период своей деятельности на мощностях Аркаима ЛАН заработал более 7,5 миллиардов рублей. Однако в 2017 году суд постановил прекратить действия данных договоров аренды. Взаимоотношения обязаны были прекратиться. Смотреть на сложившуюся ситуацию, то по закону никакой ЛАН там работать не имел права. Тогда Александр Лепихов заключает от имени Аркаима договор уже не аренды, а хранения с той же самой операционной компанией ЛАН, согласно которого экономические выгоды от заготовки и переработки древесины продолжают оставаться его прибылью. После признания договора хранения между Аркаимом и ЛАНом не соответствующим закону, Лепихов произвел переуступку прав хранения на компанию, фигурирующую в электронной переписке «Новый сервис» – компания операционной группы Лепихова. При этом, согласно решению арбитражного суда от 8 октября 2019 года, ЛАН и новый сервис взаимосвязанные организации. Также материалами переписки Бронштейна подтверждено, что, несмотря на разность интересов, между группой Лепихова и аппаратом конкурсного управляющего сформировалось устойчивое взаимодействие. В частности, юридический блок Лепихова осуществляет работу по защите персонально Максима Севрюкова по административным производствам, администрирует платежи, связанные имущественным комплексом Аркаима, взаимодействует с юристами конкурсного управляющего, готовит процессуальные позиции и участвует в судах, взаимодействует с аппаратом Максима Севрюкова по вопросам финансирования за средства Лепихова, деятельности юристов и других специалистов конкурсного управляющего. Указанное обстоятельство редакционная группа назвала аномальными не случайно. Причина этого проста. По прошествии трех процедур банкротства Александр Лепихов по-прежнему сохранил контроль процедур банкротства. Фактически, на этой стадии вся производственная деятельность Аркаима управлялась Лепиховым. То есть на данном этапе цели, которые преследовали госкорпорации и госбанки, инициировавшие смену процедур, достигнуты не были. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...